Разговор о вопросах импортозамещения продолжился за круглым столом с участием представителей отраслевых министерств, региональных властей и руководителей предприятий. Сложившейся политической и экономической ситуацией нужно пользоваться хотя бы для того, чтобы еще раз оценить возможности наших сельскохозяйственного и промышленного комплексов, номенклатуры продукции, посмотреть от каких импортных закупок можно отказаться. Подобные совещания прошли уже в нескольких регионах Приволжского федерального округа. Везде шел предметный разговор о том, как объединить усилия для достижения максимального эффекта за минимальное время. Нужна была межведомственная синхронизация наших усилий, которые мы сейчас возможностями аппарата полномочного представителя пытаемся добиться и создать необходимые условия, чтобы каждое предприятие, которое способно эту продукцию выпускать, было услышано, могло донести свои возможности, могло получить необходимые инструменты поддержки, которых, надо сказать, сегодня на федеральном уровне принято достаточно. В Чувашии точки роста выпуска импортозамещающей продукции, помимо электротехники и сельского хозяйства, расположены в реальном секторе. Малый и средний бизнес, как наиболее мобильный и отзывчивый, должен как можно скорее занять образовавшиеся ниши на рынке. Но для этого ему необходима поддержка. Одним из масштабных проектов, реализуемых в республике и направленных на создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, является создание индустриальных парков. Это, прежде всего, столица республики, городе Щебоксары. Прорабатывается вопрос организации частных технопарков на свободных производственных площадках компании «Чуваштортехника», «Техмашхолдинг» с привлечением к участию в проектах представителей малого и среднего бизнеса. Говорили о том, на каких условиях финансировать НИОКР, как возместить затраты предприятиям, которые будут выпускать не серийную, а дорогостоящую эксклюзивную продукцию, и о том, какой потенциал у Приволжского федерального округа. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика.